Рабочая поездка Александра Лукашенко в Гродзенский регион протягивается. Сегодня президент побывал в Журовичах. У приватности глава державы наведал Свято-Успенский Журовицкий Ставропеяльный Мужчинский монастыр. У тутащего собора находится одна из наибольших шанованных христианских святых Беларуси – образ Журовицкой Божьей Мати. В минулом году, напереды дни 550 годов, с добытых этого чудотворного образа и 500 годов, с дня заснования монастыра, тут пройшли масштабные переутворения, дякую чу-чаму территория набыла належны своему статусу выгляд. Монастыр почали одновлять еще четверть ста годзи тому под началом президента была створена специальная программа. Дякую чу-чаму пройшла рестаурация звонницы, будинка, семинары, интерната, трапезной. Належным чином были уладкованы крыницы. Левоходы у собор, керавника державы, витал митрополит Минский и Заслауский Вениамин, патриарший экзарх у сия Беларуси. У храме лейконы Жоровицкой Божией Мати Александр Лукашенко запалил свечку и принял уделу коротким на боженстве. На территории монастыра пахаваны перши ухисторые незалежной Беларуси керавник православной церквы митрополит Филарет. Уладыка отдал шмат сил справе одражения у всех епархий. С яхоу делом была одновлена дейность мужчинских и жаночих монастыров, дейность Минской духовной семинары. Намаганиями митрополита Филарета были заснованы Минская духовная академия и училища, отбудованы сотни храмов. Символично, что минавито у Жоровичах президент Беларуси подымает тему дальнейшего доброупорядкования монастыра, ягод территории и у целых местечка. Надо сделать здесь, ну, слушайте, ну как копыси. Улицы, улочки, переулки, дороги и все должно сюда сходиться, к монастырю. В идеальное состояние надо привезти эти тысячу гектар. Это должна быть жемчужина. И она смотреться должна как жемчужина. Я вам обещаю, что деньги мы полностью под потребность выделим. Ну, как владыка говорит, по-хозяйски. Не надо размахиваться, и времена не те, да это и неправильно будет. А вот сделать, как мы делали в копыси, это надо здесь все сделать. Сустреча Александра Лукашенко с местцовым духовенством протягнула визит. Як отзначу президент, зараз, як не коли ранее, стала зауважна спроба разгайдать ситуацию, як у межнациональных, так и у межконфессийных относинах, и допустить гэтага нелега неуяким выпадку. Вот в этом глобальном противостоянии есть отдельные эпизоды, которые имеют фундаментальное значение для существования белорусской нации. Один из них, мы это наблюдаем в последнее время, и с нашим патриархом мы недавно обсуждали эту тему, попытка сломать православие в Беларуси. Проверенным путем идут объявления автокефалия. Письма пошли в Константинополь, письма пошли к нашему патриарху, он об этом мне говорил, да и тут мы видим уже этот разворот. Наталье Ивановне я поручил, чтобы она осуществляла между руководством страны и владыкой контакт, чтобы мы, не дай Бог, скажу откровенно, по-народному не проспали этот момент. Мы должны сделать все, чтобы главное наше достоинство, межконфессиональный мир, сохранить Беларусь. Подробности разговора у Журовича глядите у вечернем выпуску новин.